Решение проблем города через диалог с жителями. Глава Самары Елена Лапушкина провела прием граждан. С просьбой установить остановочный павильон на улице Структурной обратилась жительница железнодорожного района Лидия Кащеева. Мы живем на улице Структурной и у нас около магазина нет ни остановки, автобус останавливается, но нет самой остановки. Если дождь или ветер, то мы стоим на ветрах. Решение было найдено. Вскоре жителям установят временный остановочный павильон, отцепят асфальт и оборудуют прилегающую территорию дорожными знаками. В следующем году объект на Структурной включен в план работ на капитальную установку. В середине июля у вас будет стоять. Если вдруг не будет, вы знаете, как меня найти. А вот родители активистов, чьи дети учатся в одной из самарских гимназий, волнуют запуск корпуса начальной школы по улице Перекопской. В 2009 году всего строительных причин из-за того, что произошел подмыв грунта, школа дала осадку и было критическое состояние. Невозможно было учиться. Детей переселили временно в основной корпус. По истечении времени сделали экспертизу. Экспертиза решила, что здание можно восстановить. Нужны денежные средства. Сейчас дети у нас все это время учатся в две смены. Хотелось бы все-таки восстановить это здание. Глава Самары поручила подойти к этому вопросу основательно. Поэтому первым шагом на пути восстановления корпуса начальной школы гимназии станет пересмотр проекта под современные образовательные требования. В этом году мы с вами вносим изменения в проект, в смету. А в следующем году тогда закладываем в бюджет ремонт этой школы. Другие обращения граждан также приняты в работу. Ольга Павлова, Ольга Хомракула, Василий Кладашов, Николай Епифанов. События.